Уважаемые студенты, мы с вами изучаем курс «Методика преподавания истории». Тема номер пять — это «Создание исторических представлений». Продолжая разговор о структуре исторических знаний, мы рассмотрим один из основных компонентов, входящий в структуру исторических знаний, мы рассмотрим с вами исторические представления. По отношению к представлениям мы можем с вами употреблять термин создание исторических представлений, потому что, по идее, мы будем создавать с вами образы в процессе преподавания истории. Мы рассмотрим с вами виды исторических представлений, покажем их роль в процессе формирования исторических знаний. Конечно же, посмотрим приёмы и средства создания исторических представлений учащихся, покажем пути, которые мы можем использовать по созданию исторических представлений. Без создания конкретных представлений в целом у учащихся не будет усвоения системы знаний. В разные годы проблемой представлений занимались такие методисты, как Андреевская, Бернацкий, Стражев, Вагин. Ими были определены роль, характер, содержание представлений. Ну и, конечно, проведена большая работа по определению путей и средств создания исторических представлений. Нужно сказать, что представления неоднородны по своей сути. Представления делятся у нас на три группы. Первая группа представлений — это представление о фактах прошлого. Представлением о фактах прошлого у нас относятся все стороны жизни общества. Это представление о жизни людей, то есть это представление об орудиях труда, представление об оружиях, о занятиях людей. Это представление о социально-политической жизни общества, то есть какие были условия жизни, какие были отношения между людьми. Это представление, которое охватывает историко-культурную жизнь общества, то есть это сведения о быте, об искусстве и так далее. То есть как жили люди, чем занимались, как одевались, какие были у них отношения между собой. Это всё первая группа представлений о фактах прошлого. Вторая группа представлений — это представление об историческом времени, то есть в какое время происходило то или иное историческое событие. Это соотнесение определённого исторического факта к определённому времени, показ как бы длительности исторического события, показ последовательности исторических событий и явлений, как происходит взаимосвязь их между собой. И третья группа представлений — это представление об историческом пространстве. То есть где было то или иное событие, в каком месте, как это влияет на исторический факт. То есть это отнесение определённого факта к конкретному месту действия. Исучение пространственных представлений помогает усвоить причины ряда явлений. Например, знание о географическом положении страны даёт возможность объяснить причины уровня развития того или иного государства, развития его экономики в различных направлениях. Важным для нас, естественно, является вопрос по поводу того, как, какие существуют приёмы по созданию представлений. Рассмотрим с вами первую группу представлений — представления о фактах прошлого. Приёмами создания представлений о фактах прошлого могут быть, конечно же, это устное слово учителя. Если у нас ничего нет, никаких средств ни наглядности, ни учебников, есть только устное слово учителя. И учитель при помощи красочного рассказа, при помощи внутренней наглядности, при помощи описания, при помощи образной характеристики может создать у учащихся представления. Здесь учитель может использовать и фрагменты из художественной литературы, зачитывая, допустим, описание исторической личности. Может использовать выдержки из художественных произведений при создании характеристики государства, условий, в которых жили люди. То есть одним из главных приёмов, конечно, у нас является устное слово учителя. Но мы не будем забывать, что большую роль, конечно же, мы отводим наглядности. Поэтому вторым приёмом мы можем назвать использование наглядности для создания представления. Что это у нас может быть? Это могут быть у нас, конечно же, всевозможные картины, это могут быть у нас фотографии, это могут быть у нас иллюстрации, расположенные в учебнике. Для создания целостной картины той же египетской пирамиды, внутренней её части, это могут использоваться схемы. Это могут быть схемы каких-то событий, схемы боя, это могут быть карта схемы, это могут использоваться какие-то аппликации, которые мы будем размещать на той же карте, предположим. Всё, что нам поможет наглядно продемонстрировать тот или иной факт, мы можем использовать в виде наглядности. Также создать представление о фактах прошлого нам позволит экскурсии в музей, в краеведческий музей, в выставочный зал, если мы будем рассматривать тему, связанную с искусствами, на непосредственно исторические места тех или иных событий, где воочию мы можем увидеть памятники архитектуры, мы можем увидеть предметы быта, мы можем увидеть предметы искусства, мы можем увидеть элементы вооружения и так далее, элементы одежды, элементы быта. Причём всё это, естественно, будет сопровождаться устным словом и, допустим, той же наглядностью, как это было при раскопках, это могут свидетельствовать фотографии. Вот такой приём достаточно интересный. При создании представления о фактах прошлого, конечно, мы можем использовать такие средства, как ТСО, то есть технические средства обучения. То есть это просмотр видеороликов, это просмотр каких-то художественных фильмов, это использование компьютерных программ, допустим, которые могут воссоздать те же орудия труда, как они изготавливались, те же материалы, которые используются, или как создавались те же кольчуги, предположим. Мы можем использовать аудиозапись с речами каких-то философов, исторических личностей. То есть это тоже приём создания представлений о фактах прошлого. Ещё одним интересным приёмом у нас может быть использование цифрового материала. То есть если мы говорим о высоте, допустим, форосского маяка, о высоте египетской пирамиды и так далее, скажем, высота египетской пирамиды равна примерно 147 метров. Детям в шестом классе или сейчас вот по новой программе в седьмом классе вряд ли это что-то информация скажет. Но если мы сравним эту высоту с высотой тех предметов, которые им близки, скажем, с высотой дома, в котором они живут, или с высотой многоэтажек, которые есть в нашем городе, ну, примерно получается, что высота египетской пирамиды равна примерно 10 нашим пятиэтажкам. То есть это уже будет близко, понятно нашим учащимся. Такой интересный приём. При создании представления об историческом времени мы можем использовать следующие приёмы. Можем использовать таблицу, которая позволяет нам соотнести век и год. Мы можем использовать таблицу, так называемую хронологическую, которая позволяет определить, соотнести год и факт, который был в тот или иной год. Мы можем с вами использовать синхронистические таблицы, показывая, допустим, что примерно в одно и то же время было в разных государствах. Например, что было, когда было образовано египетское государство, когда были образованы города-государства в Южном дворечии, когда было образовано Вавилонское государство, государство Осирии. Вот такие таблички мы можем использовать. Для уяснения хронологии мы можем использовать задачи примерно такого характера. Царь древнего государства начал править в 1792 году до н.э. Его правление продолжалось 42 года. В каком году закончилось правление этого царя? И дети должны попытаться определить век правления. Они должны установить, что для этого нужно нанести век на ленту времени и постараться отсчитать, сколько лет правил данный правитель. То есть вот такие хронологические задачки также можно использовать для создания представлений об историческом времени. Естественно, одним из интересных приёмов у нас является также работа с лентой времени. То есть на ленту времени наносятся года, на ленту времени наносятся века. По созданию представлений об историческом времени, конечно же, это работа с историческими датами. Как можно лучше запоминать даты? Это уже работа у нас учителя. Какие интересные приёмы? Это приёмы игры. Это приёмы могут быть на соотнесение каких-то фактов, на установление связи между историческими событиями. Это округление даты и так далее. На самом деле приёмов достаточно большое множество. Третья группа представлений — это представление об историческом пространстве. В данном случае, конечно же, это работа с исторической картой. Работа с исторической картой у нас начинается в пятом классе. И здесь в первую очередь мы должны учить детей работать с исторической картой, работать с легендой карты. Это могут быть у нас приёмы, конечно же, локализации исторических событий, то есть показ, где происходило событие. Это может быть одновременный показ и рассказ по карте. Это использование настенной карты и картосхемы. То есть это в большей степени поможет ориентироваться детям в нахождении определённых объектов. Большую роль при работе с настенной картой служат контурные карты, то есть когда ребёнок наносит объекты, которые изучаются на контурную карту. И на основе этого он запоминает место расположения объекта, территорию его, каким государством граничит и так далее. При работе с картой, естественно, учитель учит детей соблюдать определённые правила. Правильный показ объекта на карте. Непосредственно при описании границ учитель просит учеников и должен акцентировать внимание не только на физико-географические ориентиры, но и с какими государствами граничит. Опять же, усваивать. Для этого мы говорим о том, что идёт лучшее усвоение местоположения исторического объекта. Обходимо учителю привлекать внимание к тому, как словесно ученики должны описывать объект. Учитель должен учить ученика правильному расположению у карты, правильному показу непосредственно каких-то объектов, территорий на карте. И, естественно, знакомит уже в целом с методикой работы с картой. Это достаточно большая работа. Но от класса к классу умения, навыки в работе с исторической картой, конечно же, они совершенствуются. Первоначально от простого показа по карте мы говорим уже о словесном описании, мы говорим о проблемных заданиях, которые использовать по работе с картой. То есть идёт постоянное усложнение умений и навыков работы с исторической картой. Таким образом, мы сегодня с вами познакомились с видами исторических представлений и рассмотрели приёмы формирования, приёмы создания исторических представлений о фактах прошлого, об историческом времени и об историческом пространстве. Спасибо за внимание. До новых встреч!